Собеседник.ру узнал последние новости о прекрасной няне Анастасии Заворотнюк, которая отважно борется с раком. Опухоль головного мозга обнаружили у Анастасии год назад, вскоре после того, как она в третий раз стала мамой. С тех пор жизнь Заворотнюк и ее семьи разделилась на да и после. Впрочем, как стало известно Собеседник.ру, в последнее время состояние Анастасии улучшилось. О том, что Настя постепенно возвращается к привычной жизни, заговорили буквально на днях. Друзья актрисы сообщили, лечение, которое было назначено Заворотнюк, принесло положительный результат. Сейчас актриса живет в загородном доме в элитном подмосковном поселке Крекшино и уже даже может выйти во двор на прогулку. Правда, делает это актриса в сопровождении помощников. Близкие боятся, что звезду могут сфотографировать папарацци. А она пока не в том состоянии, чтобы позировать на камеру. В светском обществе уже давно говорят о том, что Анастасия пошла на поправку, говорит певица Анна Калашникова. Она может разговаривать, гулять. Конечно, Настя несколько изменилась внешне. Но, слава богу, она жива. Калашникова уверена, Анастасии стало лучше не только благодаря медикам. По мнению звезды, не последнюю роль в выздоровлении актрисы сыграли ее поклонники. За Настю все молились, продолжает Калашникова. Если вы помните, близкие даже устраивали коллективную молитву. Это очень правильно, положительная энергия творит чудеса. Сколько раз мы слышали подобные истории. Настя очень добрый, светлый и позитивный человек. Мне всегда нравилось с ней общаться, от нее исходит свет. Я знаю, что многие поклонники регулярно ходили в храмы, заказывали ей срокаусты оздравия. Я тоже так делаю регулярно. С божьей помощью Настя пошла на поправку. Сейчас рядом с Заворотнюк ее мама. Супруг фигурист Петр Чернышев и дети. Говорить о полном выздоровлении Насти, конечно, преждевременно, считает Анна. Но то, что в ее состоянии наметилась позитивная динамика, уже замечательно. Мы все надеемся, что Настя сможет победить болезнь. Потому что она нужна всем. И близким, и коллегам, и поклонникам. Насколько мне известно, сама Настя настроена оптимистично. После болезни она изменилась, стала радоваться каждому дню. И это правильно. По словам друзей, Настя уже строит планы по возвращению на сцену. Актриса мечтает вновь начать сниматься в кино и на телевидении. Но сначала ей придется пройти стадию реабилитации. Близкие ограждают Настю от внешнего мира и правильно поступают, продолжает Калашникова. Никакие волнения и стрессы ей сейчас ни к чему. Настя продолжает находиться под наблюдением врачей. Они, насколько мне известно, в своих прогнозах осторожны, но динамика ее состояния их тоже радует. Я знаю, что многие хотят проведать Настю. Но пока это невозможно. Во-первых, Настя еще выглядит не так, как прежде. И из-за этого ей не хочется принимать посетителей. А во-вторых, сейчас пандемия, поэтому лучше не подвергать лишний раз организм опасности. Субтитры создавал DimaTorzok